Расскажите мне, пожалуйста, с чего бы началась ваша висковая карьера боевого медика? Військовой полиции преподавали, в Бердянске так же само. Потихоньку-потихоньку занимались этим. Еще была у нас небольшая группа, которая уже на данный момент тоже практически в полном составе на данный момент находится на войне. Занимались этим всем. Вы четвертый лютого, 2022 рік. Как для вас началось? Со звонка где-то в 4 часа утра от моей частной единицы клиента, я же бухгалтер, бухгалтерские услуги преподаваю, ну, занимаюсь. И мне клиентка позвонила, что, мол, рядом с ней, она жила в Киеве, прилетела ракета. Тогда она снялась и позвонила, позвонила всем знакомым, мы были в хороших отношениях, и она мне сказала, что, мол, так-то и так-то, Киев бомбили, а мы объявили, что началась война. Как экономист стал медиком, начал заниматься, интересоваться боевой медициной? Еще с Майдана стало интересно. В тот момент были курсы от Красного Креста, первой до врачебной помощи. И так, собственно говоря, нас подцепили сам Ночмеда 55-й арт-бригады, потому что ему нужны были инстант-инструкторы, которые рассказывали бойцам, проводили занятия, чтобы не приглашать их, не тянуть откуда-то, чтобы они были по месту, рядышком в Запорожье. Так мы постепенно-постепенно, набираясь опыта преподавания, сами узнавая, как еще применять на практике, мы начинаем применять свои знания здесь непосредственно. Начали применять с 20 часов. Как вы потратили, когда вы нашел это работой? Тогда, в тот момент, это было 27-е число. Нет, вру. Это было уже практически первое число. Мне подошел Ночмед, сказал, так-то и так-то, не хватает медиков 115-го батальона. И нас определили с моим другом Яриком к ним в подмогу. Они тогда выполняли боевую задачу в доме с Ильей. И мы тут поехали. Нам сказали, что у нас есть около часа подготовки. Мы поехали, собственно говоря, в тот момент просто-напросто сказали, надо, потому что там не было. Мы знали о том, что медиков не хватает, потому что их нет. Мы вызвались, поскольку мы были в области сам инструкторами. И в тот момент уже где-то с первого числа марта я уже был на фронте непоследственно. Это уже была Ореховская область, Ореховский район Запорожской области. Мы выполняли там боевые задачи. Как происходит работа на передури? Вам говорят, что есть раненые, вы выезжаете. Можно вот с целью отходить? Такой протокол. По крайней мере, выходят по рации, предупреждают, что, мол, в таком-то районе есть раненые. Мы выясняем уже, стараясь, либо по рации, либо по сотовой связи, где он находится, какое его состояние. Потому что если легкий, нет смысла ехать под обстрелами и вытягивать его. Если он средней тяжести, тогда да, уже ждем хотя бы небольшого промежуточного окна. Мы заезжаем, забираем этого раненого, проводим ему первую врачебную помощь. Поскольку уже бойцы обученные есть средства, ему наложили жгут. Нет, перебинтовали. Наша задача поставить внутривенный катетер, чтобы восполнять в системе крови. Кровозаменители заливают и кровоостанавливающих. И мы уже ввезем его непосредственно сюда, в Покровской ЦРБ. Максимально быстро. Сколько за часом тревает эвакуация? Стараются довести до 30 минут. Но на практике бывает по-разному. В основном слоем это 20-60 минут. Где-то так. Обычная эвакуация. Но на данный момент стараются ее уменьшить еще до 15. Чтобы уже группа была собрана. Есть группы, которые дежурят, где критическая необходимость. И они там буквально в 55 минут забирают. И в течение получаса он уже здесь, в Покровском ЦРБ. Но такое бывает не всегда. Ситуации бывают по-разному. Бывают дороги, они простреливаются. Бывают арт-налеты, авианалеты. Всегда по-разному. В разной ситуации, разное такое вот обстоятельство. Страшно было в первый раз? Первый раз, да. Было страшно. Но потом как-то так, 5 минут страха, а потом жесткая, жесткая, много, много работы. Приходилось работать. Много раненых. Приходилось делать выбор, кому жить, кому умереть. Такое было. И работа непосредственно под арт-обстрелами периодически тоже бывала в тот момент. Вы сказали, что иногда доводится выбирать, кому умереть. На чем этот выбор грунтуется? В основном, в своем это зависит все от ситуации и типов ранений. Есть ранения, с которыми приходится, грубо говоря, человек, как это по протоколу, тот, кто тихо говорит и те, кто громко говорит. Тот, кто громко, ну, громко кричит и тихо кричит, надо выбирать в тот момент, когда происходит стрессовая ситуация, а именно там арт-обстрелы, авианалет, там вертолеты прилетели, там БТР, там это стрелковый бой, то если тот, кто тихо говорит, значит, он либо потеряет в ближайшее время сознание, либо умрет. Тот, кто громче кричит, значит, у него хватает хотя бы более-менее сил, и значит, у него ранения не такие критичные. Потому что если заняться тебе тяжелым, именно непосредственно в боевой обстановке, можно перевести того среднего человека, который в среднем состоянии и средней критичности в тяжелое, и он умрет. И ты не вытащишь ни того, ни того. Приходится выбирать в тот момент. Или же, если человек вообще никак не реагирует, но рядом будут лежать 2-3 человека, и приходится реально выбирать, поскольку ты один, кому первому оказывать помощь. Если у него, там, к примеру, ранение головы, мозг наружу, ранение в груди, видно, что ребра торчат, он еще живой. Это уже понятное дело, что, скорее всего, мертвый уже. И тот, кто тихо говорит, или там, к примеру, очень умудряется ползти, у него видно, что критическое критическое критечение, значит, я окажусь критическому критическому критическому, и непосредственно тому, кто тихо говорит. Потому что на этих двух можно ставить крест. Как вы психологически справляетесь с этой ситуацией, с ситуацией выбора? Плохо. Очень плохо. Потому что это не каждый день, не каждое время. И вообще это было так, что я это только в теории знал, а не на практике. Того тяжко. Тяжко, на самом деле. Потому что вот этот момент выбора между тем, кто, возможно, умрет, и тем, кто точно выживет, довольно сложно. Потому что так же самое, мы можем, у нас были случаи, мы вытягивали его на госпиталь раненого, а буквально через пару дней он умирал. Такое тоже было. И довольно-таки часто. Потому что мы вытаскиваем, да, пациент живой, да, он там что-то, еще что-то дышит, но он уже без сознания. По факту бывало так, что умирали в госпитале. Но это война. Наша задача, это вытащить всех, а там уже в госпиталях и в областных больницах, и всему остальному будут разбираться, как оказать помощь, это уже и превратило. Но когда непосредственный самый выбор, это достаточно стрёмно, страшно и ужасно. Было бы, как бы вы не знали, что делать. Вы видите, порануете его, и не знаете, что делать. Такого он... Нет, был случай, когда человеку ранение головоторванная рука начинает ворвать, я не могу его перевернуть. Он скользкий, он голый, перчатки скользят, все в крови, я пытаюсь его перевернуть, а мне не удается. Ну, слава Богу, в тот момент я помог, мой, так сказать, напарник, его перевернуть. Это было страшно, потому что захлебнуться в собственной рвоте, это довольно-таки нехорошо. Ну, благо в тот момент мне помогли, мне его помогли перевернуть, потому что все скользко, ты в перчатках работаешь, но не активно для переворачивания, потому что не за что даже захватиться. Что знаходят в медичном рюкзаку, а в медичном солнце, это у вас на ключе? Ну, всякие оказания первой помощи, там жгуты, бандажи, перевязки, оккульзионные наклейки, катетеры, ну и для соматики, таблетки от головного боли, ну, такое, не очень. А уже в рюкзаке, да, там уже революционные действия есть, инструменты. Инфузии ношу, ампулы, набор, первая критическая помощь, ампулы, по сути, чтобы у человека, когда у него критическая там какая-то ситуация, к примеру, большая температура, чтобы набрать этот, из того набора, что у меня есть, набрать нужный препарат и вколоть ему, чтобы сбить ту же самую температуру, если эвакуация затягивается. Или, к примеру, у него стало сердце, у меня так же самое, есть в моей ампульнице средства, чтобы ее запустить в сердце. Вы разумеете, что каждый раз вы можете поможете? Да, я да. Прекрасно понимаю, что может в любой момент прилететь там, где абазировать, ракеты или ураган, что-то в этом роде. А что делать? Потому что еду, если не мы, то кто? Ну, кто будет оказывать помощь, кто поедет и вытаскивает, кто банально выдаст таблетки от того же самого поноса, чтобы человек там не был у него безвоживания. Ну, приходится смиряться с этим, что в любой момент может прилететь какая-то задница и убить тебя. Другого варианта нет. Потому что даже в тылу любой прилет ракеты даже по городу, даже если я буду в квартире сидеть, может убить. Даже сирена может не забыть, не успеть. Ракета быстро прилетит и убьет. Так что шансы такие, что там, что здесь. Вы бы вернулись до своей цивильной профессии, когда не переможете? А вот это я уже не знаю. Мозги уже повернуты на медицину. Скорее всего, становлюсь блютологом. Потому что будет много раненых, много кому требуется будет помощь. Вы чувствуете себя человеком, который прятает жильца? Нет. Нет. Спасать жизнь не здесь. На самом деле здесь. Наша задача довести. Потому что, как сказать, мы вытаскиваем, мы везем, мы как бы оказываем помощь, но я не знаю, как это описать. По сути, спасают здесь. Они здесь стабилизируют раненых. Они вытаскивают уже с того света людей. Наша же задача заключается в маленьком вытянуть его от луда, перевезти его сюда. Не знаю. Я бы не сказал, что мы так массово спасаем. Не могу сказать, что мы спасаем человека. Это наша работа.